Здравствуйте, дорогие зрители! Как всегда, мы хотим познакомить вас с последними новостями о теленовеллах и кинофильмах, которые снимаются в испаноязычных странах. Начнем с новой бразильской новеллы «Любовь к жизни». Ее показ начался в Бразилии с 20 мая. Мы познакомимся с семьей потомственных митиков Кауру. Глава семьи Сезар Антонио Фагундес – хозяин крупночастной клиники Сан-Магно. Основная интрига этой драмы разворачивается вокруг противостояния детей Сезара и Пилар Сузана Вьера, Паломы и Феликса. Палома Паула Оливейра пошла в отца. Она очень способна, легко и успешно учится и с блеском защищает диплом врача. В дочери Сезар видит свой самый главный успех в жизни. Она его любовь и гордость, в то время как Пилар без ума от любви к своему старшему сыну Феликсу, Матеус Салану. Феликс занимается административной работой в клинике. Он холодный, амбициозный и лелеет план захвата семейного бизнеса. В личной жизни Феликс переживает сложную дилемму. Боясь осуждений и насмешек, он скрывает гомосексуальную ориентацию, живя в несчастливом браке с Эдит, Барбара Пасс. При этом он встречается с тайным любовником. Желая душевно сломить сестру и убрать ее с дороги, Феликс похищает новорожденную дочь Палому и выбрасывает малышку в мусорный бак на улице. При этом он обставляет все таким образом, будто дочка Палома умерла при родах. Девочку находит Бруно, Малвина Сальвадор, жена которого умирает во время родов вместе с ребенком. Бруно воспринимает малышку как подарок с небес и уговаривает медсестру записать девочку на его имя. Он принимает решение воспитать ее как родную дочь, никому не сообщая истинную историю своей находки. Спустя 12 лет по воле случая Бруно и Палома встречаются, и взаимный интерес перерастает в серьезные отношения. После пережитых страданий оба наконец влюблены и счастливы. Палома легко находит общий язык с Паулинией, пока не подозревая о том, что встретила свою дочь. Вторая сюжетная линия может называться «Бедная богатая девочка». Главной героиней этой истории юная миллионерша Николь, Марина Руль-Барбоса, которая живет в великолепном особняке с целым штатом слуг, но она сирота, да к тому же слабого здоровья. Николь – пациентка клиники Сан-Магно, и в один из дней по поручению врача ее навещает секретарша клиники Лейла Фернанда Мачадо. Лейла ослеплена роскошью и изысканным вкусом окружающей обстановки. Именно о такой жизни она всегда мечтала. Она сближается с Николь, сумев вызвать у девушки симпатию и доверие. И вскоре она уже близкая до подруга юной миллионерши. А когда Лейле удается узнать в клинике, что Николь сирозная больна, в ее голове зреет план. Лейла уговаривает своего бойфренда, начинающего журналиста Талиса Рикардо Тотси, устроить ему случайное знакомство с Николь, чтобы очаровать девушку, а потом жениться и завладеть ее состоянием. Лейла детально разрабатывает стратегию завоевания сердца и денег подруги, но она не могла предугадать одного, что ее сообщник в этой афере Талис серьезно увлечется, а потом и вовсе потеряет голову от любви к Николь. Ну, а теперь галопом по Америкам. Начнем с нашей любимой Мексики. Чертте, что творится, уважаемые зрители, на съемочных площадках мексиканских студий. Ну, во-первых, очень плохие рейтинги у прайм-тайм новых новелл «Латин Вестат» и «Ментир Пара Вивер». Критики отмечают бредовость сценария и очень нечеткое произношение у главного героя в исполнении Ульяма Леви. Химена Наварета тоже не особо радует, но хотя бы не капризничает, как ее коллеги по работе. Иван Санчес не только восстановил против себя весь коллектив, но и умудрился вывести из себя режиссера. Он заявил, что Испании вновь нужно завоевывать Америку и поучить мексиканцев писать сценарии и организовывать съемки. Честный парень, спасибо ему. Только вот мексиканцы что-то не восторг. Странно, правда? Вторая новелла имеет хороший сценарий, но главная пара, да, Витцепеда и Майри Вильянуева, абсолютно нехимична, и это портит всю новеллу. Зато Натали Лартильо празднует победу. Ее четырехчасовая новелла имеет рейтинги выше, чем ее прайм-таймовые собратья. Свезло, наконец, с женщиной после провала Рафаэлла. Карлос Морена уже утвердил двух актеров в свою новую новеллу «Империо де Кристалл». Это будут Кристиан Далафуэнде и Флавио Медина, которые уже играли в его предыдущей новелле. А вот с женщинами пока ничего не понятно. Говорили, что на негодейскую роль он хочет Лусию Мендес. Одобряем, она им всем покажет, как свободу любить. Ну, а Чусада, наконец, определился с кастом «Мисси Гунда Мадре». На главную мужскую роль приглашен Гай Эккер, которому, извините, сто лет в обед уже. А главную женскую роль сыграет не менее молодая Сусанна Гонсалеса. Продюсер рассказал, по какому принципу он отбирал актеров. Сусанна попала на главную роль, потому что она сама мама. А вот если бы у нее не было ребенка, то плакала роль, так что ли? Тогда на роли негодяев надо брать психопатов и патологических убийц. Перемочат половину каста, зато все очень достоверно. Кстати, негодяем будет Хулян Хиль. Страшно подумать, какой у парня характер. Карла Эстрада начинает думать о новой новелле. У нее на рассмотрении несколько сценариев, и теперь вся околотелевизионная общественность делает ставки. Дойдет дело до съемок или, как всегда, обломает нас Карлит? Ацтека пока не может похвастаться ничем особо замечательным. Ну, разве только танцевальным конкурсом, где участвуют их самые главные звезды. Правда, там не все так гладко. Мишель Вьетт повредила ногу. Нюрка Маркас ринулась ей помогать. Вдвоем они разыграли замечательную по накалу сцену из серии «Сами мы не местные, помогите, чем можете». Публика рыдала. А их компаньонка Мария Фернандо Япис в титре написала «Ну и цирк». Кстати, Мария Фернандо поговаривает, что Ацтека будет снимать какую-то бразильскую новеллу с ней в главной роли. Интересно, конечно, что там за новеллу будут портить. Ну, хотя Мария Фернандо актриса хорошая. Вероника Кастро, вероятно, уедет в Аргентину. Она сказала, что в Мексике ей ждать нечего, работы у нее здесь нет. И ждать у моря погоды она не намерена. На телевизии Вероа Персона Нонграта. Ее постеры убраны с телестудии, чтобы ничего не напоминало о дикой розе и Марианне, которая тоже плачет. А вот не работает на других студиях изменщица коварная. Про телемунду мы скажем очень коротко. Санта Диабло теперь имеет не только главных героев в лице Габи и спины Верона Диаса, но и негодяев. Карлоса Понсе и Химену Дуке. Забавно, что парочка расставшаяся пару месяцев назад будет опять работать вместе. Ну, чем черт не шутит. Может, опять любовь и восторжествует. Катрин Сиачоке будет негодяйкой в новой новелле Рейна де Корасонес. Негодяйской такой негодяйкой, ласковой убийцей и истерической психопаткой. Ну, как всегда, короче. Мариуси Оукман или Очман, как кому больше нравится, будет участвовать в сериале Эль Синьор де Лос Селос в роли наркоторговца. Ну, ему эта тема знакома не понаслышке. Кроме того, ходят слухи, что он может вернуться на телевизор. Ну, подождем. Моника Спир, скорее всего, вернется на Веневисион. Ей предлагают главную роль в новой новелле. А Жижи Санчета вновь снимется в главной роли в очередной венесуэльской новелле вместе с Габриэлем Фернандесом. РТАй Колумбия хочет заполучить для своей новой нарко-новеллы «Ла виуда не игрока без паники» Энджи Сеппеду. Ну, а почему бы нет? Габриэнджи в одной новелле – это же просто мечта. Еще одну новеллу готовит РТАй совместно с телевизором под названием «Хуана девственница». Ну, кажется нам, что ничего хорошего из этого не выйдет. Очередное фиаско ждет этот альянс. Ну и, наконец, кино. Антонио Бандерас сыграет в кино о знаменитых чилийских шахтерах, попавших в завал шахте, которых вызволяла, в общем, буквально целая страна. Дженнифер Лопес подумывает о съемках фильма о бостонском теракте. Ну, жутковатая, конечно, идейка. Кстати, она стала креативным директором нового канала для латинских зрителей. Интересно, чего там Джей Лона креативит. Фильм «Голубой средиземноморья» с Марио Симарро, Селин Таурибио и Адрианом Массом в главных ролях выйдет показан на Шанхайском фестивале. Это один из крупнейших мировых кинорынков. И продюсеры фильма сказали, что фильм пробился сюда во многом из-за Симара, которого в Китае знают после огромного успеха «Пасьон Дегавиланес». Ну вот, на сегодня все. Надеемся, что вам было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!